Всем привет! С вами канал Armor Master. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель английского пехотного танка Matilda от Tamiya в варианте для Красной Армии. Несколько слов об истории данной машины. Matilda, британский танк поддержки пехоты, в 1937-40-х годах выпускалась первая модификация Mark I Matilda, которая была сущим недоразумением. Ее вооружение составляли всего два пулемета, экипаж два человека и, естественно, во Второй мировой войне данный танк ничего существенного из себя показать не смог. Разрабатывавшаяся параллельно с ним пушечная машина оказалась гораздо удачнее. Ее массовое производство развернули осенью 1939 года и до августа 1943 было выпущено почти 3000 штук, причем из них почти треть были отправлены в Красную Армию. И надо сказать, что первые британские Matilda пошли в бой на Восточном фронте в один из самых критичных моментов Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года. Первые машины имели определенные проблемы с надежностью, также возникли достаточно серьезные трудности с эксплуатацией в зимний период, в условиях русской зимы, но, с другой стороны, в случае с зимой все понятно, под такие условия эту машину просто не проектировали. В итоге опыт был учтен и советское командование в дальнейшем направляло данные танки в основном на южные участки фронта, где было потеплее. В целом танк оказался очень хорошо защищен, фактически он уверенно пробивался только 88-мм зениткой, но надо сказать, что эта зенитка в те годы вообще все пробоевала, включая тяжелые танки. А вот с подвижностью вооружения все оказалось похуже. Если в рамках концепции пехотного танка высокая подвижность, в общем-то, и не требовалась, то с вооружением все равно остается вопрос, каким образом 40-мм двухфунтовка с исключительно бронебойными снарядами могла помочь пехоте, не совсем понятно. В будущем этот момент был исправлен, на танк была поставлена 76-мм гаубица, но это только в самых поздних модификациях. Оценивая весь проект, можно сказать, что танк, конечно, получился не без недостатков, но там, где и, главное, когда его применяли, выбора особого не было. А на общем фоне бронемашин первой половины Второй мировой войны он выглядит не так уж и плохо. Плюс можно отметить достаточно интересную специфическую британскую внешность, поэтому все это, на мой взгляд, делает этот прототип весьма и весьма интересным. Инструкция. Инструкция достаточно типичная для томии. Черно-белая, раскладывается в большую простыню и, как обычно, вначале у нас не рисунок с бокс-арта, а фотография собранной модели. Ну, тут на первой странице совершенно типичные комментарии по сборке. Я думаю, что для нас ничего интересного здесь нет. Далее начинается непосредственно сборка. Что здесь типично для томии хорошо? То, что подробно показано, что где-то нужно удалить технологические питатели, в какие цвета что красить и так далее. То есть, описание сборки, как всегда, у томии очень подробно и очень хорошее. Ну, начинается все с сборки корпуса. Корпус, нижняя часть сделан, как видно, не в одну деталь. Соответственно, нам придется следить за тем, чтобы не было перекосов. Но, в принципе, с учетом качества литья томии, я думаю, больших проблем там не будет. Далее начинается сборка тележек-подвески. Ну, типично для англичан Второй мировой войны здесь достаточно много каточков. Деталировка, в принципе, достаточно подробная, но сразу могу сказать, что видно из этого практически ничего не будет. Колеса у нас останутся вращающимися, но это, в принципе, достаточно удобно и для окраски, и в какой-то степени для сборки. Далее мы устанавливаем тележки-подвески непосредственно к бортам и переходим к сборке щитков, которые эти самые борта прикрывают. Опять же, что мне нравится в томии, что здесь не только все подробно показано, но и объясняется, что за деталь, что имеется в виду. То есть, что вот это каток, ленивец, борт и так далее. То есть, мы не какие-то непонятные детальки клеим, а совершенно конкретные элементы копии деталей настоящего танка. Также здесь явно указано, каким образом собирать детали, что вот элемент, который побольше ставить внутрь, я так понимаю, для резиновых втулочек, чтобы это все тоже оставалось вращающимся. То есть, по инструкции, как обычно у томии, все очень и очень хорошо. Далее мы переходим к сборке траков. Каждый трак состоит из двух деталей. Ну, на мой взгляд, вполне приличный вариант. Единственное, что, может быть, я бы склеивал половинки так, чтобы сразу прихватывать вот эти штырьки, а не пропихивать штырьки в уже склеенные траки, потому что иначе они могут просто... штырек сломаться, и гусеница будет плохо держаться. Потому что, в принципе, вот эти вот маленькие штыречки, они, к сожалению, не очень надежные. Гораздо надежнее гусеницы все-таки на полупальцах. Но, с другой стороны, такая гусеница гораздо проще в сборке, поэтому, как и скоробочный вариант, я считаю, что более чем приемлемо. Далее мы переходим к верхней части корпуса. Традиционно для атомии нам нужно будет что-то высверливать для того, чтобы появились отверстия для деталей, которые мы будем клеить с обратной стороны. И, судя по вот этим вот втулочкам, у нас корпус будет не клеиться к нижней части корпуса, а вставляться, как мы видели, это на Самуа. Ну, честно говоря, не вижу большого смысла так делать, но производителю так нравится, может, у них есть какие-то свои резоны для этого. Далее у нас продолжается деталировка верхней части корпуса. Мы ставим запасные траки, люки на моторное отделение и так далее. Все достаточно подробно показано. Я думаю, что ошибиться мы здесь ни при каких обстоятельствах не должны. И далее, да, вот как раз тот самый момент, когда мы ставим верхнюю часть корпуса на нижнюю. То есть, мы так же, как в Самуа, действительно заводим переднюю часть, а заднюю ставим на втулки. Ну, я рекомендую все равно проклеивать немножечко по периметру для того, чтобы не появлялись у нас щели, для того, чтобы ширину этих щелей контролировать. То есть, решение, на мой взгляд, интересное, но все-таки лучше дополнительно всю вот эту красоту нам проклеить. И так же, как обычно, я рекомендую по возможности отходить от инструкции и сначала стыковать между собой крупные детали, а уже потом ставить мелочевку. Иначе может быть ситуация, когда, если у нас что-то не очень хорошо здесь состыкуется, нам придется подшлифовывать, подшпаклевывать, и, естественно, установленная мелочевка нам в этом будет мешать. Ну, опять же, это уже кому как угодно, смотрите сами. Деталировка кормовой части, глушитель сделан из двух деталей, соответственно, нам надо будет аккуратненько подшпаклевывать щели. Также здесь у нас вот эти выхлопные трубы сделаны с обмоткой, тоже надо будет смотреть, чтобы на стыке все хорошо сошлось. Возможно, чуть-чуть надо будет восстанавливать рельеф, но, в принципе, это не большая проблема, на мой взгляд. Дальше мы ставим боковые вот эти вот фальшборта, дополнительные детали над гусеничным полком. Фары, и, я так понимаю, по большей части сборка корпуса у нас на этом закончена. Также обращу внимание, что фары даны у нас из непрозрачного пластика с вот такими вот маскировочными кожухами. Переходим к сборке башни. Сначала командирская башенка, и здесь тоже мы видим, что, поскольку с одной рамки у нас идет и крышка, и деталь перископа, то, значит, скорее всего, перископы в этой модели у нас непрозрачные. Это довольно печально для относительно свежей модели, но, по всей видимости, это факт. Я не думаю, что мы обнаружим здесь в дальнейшем прозрачные детали в этой коробке. Дальше, да, нам предлагается тоже подсверлить, поставить крышки на командирскую башенку. Далее мы переходим к сборке маски и орудия. Орудие, я так понимаю, сделано уже с отверстием. Также, благодаря втулочкам, оно у нас останется подвижным в вертикальной плоскости, что достаточно неплохо. После этого переходим к низу башни. Здесь некие две сидушки. Ну, интерьером я бы это не назвал. Скорее всего, это просто некие основания для того, чтобы можно было посадить членов экипажа. Далее мы сверлим башню, все необходимые отверстия для крепления внешних деталей. Собираем ее верхнюю и нижнюю часть. Я так понимаю, что расчленена у нас башня так же, как прототип. То есть, соответственно, шлифовать нам будет ничего не надо. С другой стороны, мы вот здесь видим, опять же, у нас у фара искателя стеклышко сделано из непрозрачного пластика. Нам его предлагают красить серебрянку. Ну, это, конечно, в 2017 году, когда вышла модель, на мой взгляд, просто смешно. Соответственно, пробойникам придется нам из прозрачного пластика делать стеклышко, либо подбирать из каких-то аналогов. Далее продолжение деталировки башни. Опять же, нам показывают, где тут что надо подрезать. Я так понимаю, это колпак вентилятора и прочие детали. Далее показывают, что во что красить. Разные варианты открытые и закрытые люки заряжающего. То есть, можно сделать и люки командира на башенке, и люки заряжающего в обоих вариантах. А, в принципе, если немножко приложить руки и подсверлиться, я думаю, можно их и рабочими сделать. И на этом у нас сборка заканчивается. Мы ставим башню на место. Две фигурки. Ну, я сомневаюсь, что они более-менее прилично появились в пластике. Но, как минимум, они здесь есть. Командир и механик-водитель. Также зеркало. Зеркало нам тоже предлагается красить серебрянкой. Но это, опять же, смешно. Это надо делать будет аккуратненько из упаковочной фольги. Для того, чтобы это было более-менее похоже на зеркало. Сборка на этом окончена. Переходим к схемам окраски. Честно говоря, никакого восторга они у меня не вызвали. Потому что, с одной стороны, вроде они приличные. Здесь даже есть некие привязочки. Но давайте обратим внимание на то, что они пишут по поводу декалей. А предлагают они нам с номера 3 по номер 12 выбирать на свой вкус. А там у нас разные надписи. За Сталина и так далее. То есть, при этом у нас идет постоянный номер танка и разные лозунги. То есть, совершенно очевидно, что взятые эти лозунги были совершенно, по видимости, из головы. Реальных привязок не имеет. Соответственно, нам придется очень тщательно смотреть на фотографии прототипов. Либо выбирать вот такой прототип без уже маркировок. Либо с английскими маркировками, замазанными сверху уже камуфляжем. На мой взгляд, это несколько неприятно и несколько печально. То есть, получается, что производитель сильно не озаботился тем, чтобы найти нормальные прототипы на фотографиях и подобрать к ним декали. Это, мне кажется, конечно, небольшая халтура. Вот такой вот разворот с исторической справкой, с фотографиями прототипа. Правда, прототип не советской армии, а оригинальный английский, я так понимаю. На этой фотографии тоже я не уверен, что это советский вариант. Хотя, возможно, тут не поймешь, поскольку все по-японски. С другой стороны, у нас представлены другие языки. Русского, естественно, нет. Но, тем не менее, хотя бы на английском можно что-то понять. То есть, в принципе, как историческая справка, вполне приемлемо. Хотя, опять же, конечно, могло бы быть и побольше фотографий деталировки прототипа. И хотелось бы видеть, конечно, цветные схемы, как это было, например, в том же самом Самуа, который недавно рассматривался. Но, в целом, как искоробочный вариант, наверное, будем считать, что вполне себе приемлемо. Пластик. Пластик темного зеленого цвета. Наверное, подразумевается, что его можно и не красить, оставить прямо зеленым. Ну, это, конечно, вариант не для нас. В целом, по литью впечатление более чем приятное. Надо сразу сказать, что этот набор состоит из двух разных комплектов рамок. Это рамки 2009 года от оригинальной «Матильды» и рамки 2017 года от «Матильды для Красной Армии», которые дополняют некие моменты. Вот этот и последующие литники у нас будут, соответственно, старые. Когда появятся новые, я скажу. Несмотря на то, что пластику 10 лет, я считаю, все очень приемлемо. Да, шов разъема формы практически незаметен. Все питатели, хоть и толстые, выведены не на самый край, поэтому удалять их большой проблемы не будет. Даже здесь, на пружинах, там, где это обычно весьма проблематичное место, особых тоже швов я не замечаю. И тем более, что, опять же, повторюсь, что в «Матильды» подвеске будет практически не видно. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что ее не видно, на мой взгляд, получилась она более чем приемлемо. Толкатели все, я так понимаю, у нас с внутренней стороны. То есть, все выглядит весьма и весьма приятно. Достаточно крупная рамка с деталями корпуса, башни и так далее. Ну, вот из того, что мне не очень понравилось, сходу, это только, пожалуй, то, что у нас глушитель сделан из двух половин. Соответственно, нам надо будет аккуратненько его зашлифовывать и зашпаклевывать. Ну, мне кажется, эта задача в целом решаема. Также у нас сделан из двух половинок бак, но, я так понимаю, это для пустынной версии. Соответственно, в данном наборе он применяться не будет, поэтому тут никаких претензий. Конечно, не очень здорово то, что корпус сделан из нескольких деталей, вернее, его нижняя часть. Но, в целом, я думаю, это переживаемо. С другой стороны, конечно, более чем приятная фактура вот такой вот литой брони на всех литых деталях. Достаточно подробная, на мой взгляд, деталировка при небольшом количестве элементов. Изнутри тут, конечно, во множестве следы оттолкателей, но, поскольку танк неинтерьерный, я в этом каких-то глобальных проблем не вижу. Опять же, вот те же самые ручечки, вы видите, отлиты очень тонко, очень ажурно и при этом расположены так, что их достаточно тяжело сломать. Поэтому, мне кажется, в этой рамочке у нас тоже все более чем приятно, более чем приемлемо. Еще одна достаточно большая рамка. Здесь у нас различные люки, шанцевый инструмент, выхлопные патрубки и так далее, и так далее. На что хотелось бы обратить внимание. Ну, опять же, во-первых, конечно, достаточно приятная текстура литой брони. Вполне неплохо, мне кажется, воспроизведена. Также неплохой рельеф вот здесь вот на выхлопных патрубках. Главное, будет аккуратненько при склейке его воспроизвести на швах. Ну, немножечко расстраивает то, что вот перископы сделаны из непрозрачного пластика. Ну, в принципе, это, конечно, при помощи краски переживаемо, но не очень приятно. С технологической точки зрения отмечу многоразъемность форм. То есть, у нас во всех стволах выполнены вот здесь вот отверстия. Причем выполнены достаточно ровно. Также отверстия сделаны в пулемете. То есть, все более чем приятно. Конечно, это тоже стволы на Матильду. Не самое дорогое из автомаркета. Но приятно то, что и из коробки можно собрать. Тоже вполне приемлемый вариант. С внутренней стороны, да, следы от толкателей. Кстати, в том числе и на люках, что неприятно. Поэтому, соответственно, если будете открывать люки, обязательно надо эти моменты будет подшпаклевать. И, конечно, я считаю, для более-менее современной модели это уже не очень приемлемо. Питатели лучше выводить в сторону от деталей, тем более там, где может быть рельеф. Но также вот как раз тот самый непрозрачный перископчик, который придется аккуратно красить. Но, повторюсь, в целом, все более чем приемлемо. Но, конечно, с учетом оговоренных небольших недостатков. Также я вижу здесь в зеркале, я так понимаю, прямо в середине зеркала след от толкателя. То есть, соответственно, тоже нам надо будет в обязательном порядке менять это на пленку. Потому что шлифовать здесь внутри рельефа тоже крайне неудобно. Поэтому эта рамочка уже не так хороша, как предыдущая. Но, в целом, вполне приемлема. Следующая рамка с элементами фальшбортов и фигурками танкистов. Это первая рамка 2017 года. То есть, эта рамка относится непосредственно к варианту на Красную Армию. Честно говоря, глядя на эту рамку, и не скажешь, что она на 8 лет моложе. Потому что по литью она практически идентичная. Фигурки получились, на мой взгляд, откровенно плохо. Они замыленные, у них по пластику идут трещины. И если бы, скажем так, это были бы детали танка, я был бы очень расстроен. Но, поскольку фигурки это некий дополнительный элемент, я считаю, что не так уж важно, как они там получились. В остальном, непосредственно фальшборта, на мой взгляд, вполне приемлемые. Достаточно рельефные головки болтов и заклёпок. В принципе, всё более чем неплохо. С обратной стороны, ну, следы толкателей, но нам они никак не помешают, поскольку этого всего особо видно не будет. Но, в целом, повторюсь, фигурки плохие, остальное всё на вполне хорошем уровне. Ещё одна рамочка 2017 года. Здесь представлены зимние гусеницы для Матильды, которые как раз и подходят к варианту на Красную Армию. В целом, вполне, на мой взгляд, всё неплохо выглядит. Каждый трак состоит из двух деталей. И, конечно, это чуть нам усложнит работу. Но, с другой стороны, таким образом получилось точно передать их форму. Опять же, повторюсь, что я бы, наверное, половинки склеивал сразу же один на другой трак, а не защёлкивал один в другой, потому что при защёлкивании, при пропихивании шпенька он может деформироваться. Поэтому лучше разместить его на месте заранее. С внутренней стороны многочисленные следы от толкателей. Но, поскольку вот эта деталь будет стыковаться к этой детали, соответственно, следы пойдут к следам. Видно, их ни при каких обстоятельствах не будет. Главное следить, чтобы они не были выпирающими. Но здесь, опять же, с этим всё в порядке. Они, в основном, заглублённые, поэтому мешать друг другу не будут. Поэтому, в целом, конечно, гусеница мне вполне нравится. Тем более, что она должна быть после сборки рабочей. В верхней части корпуса показана некая фактура литья. Но вот этот массивный элемент нам, очевидно, придётся убрать, поскольку он технологический. Но, в целом, на мой взгляд, выглядит вполне приемлемо. Тут единственный момент. Главное, чтобы это всё хорошо состыковалось с бортами. Но, в целом, опять же, приятно, когда нам не нужно хотя бы вот эти углы на модели выводить, когда это всё уже отклито в крупную деталь. То есть, в принципе, Тамия есть Тамия. Здесь, наверное, другого и ожидать не стоило. Небольшой пакетик с фирменными Тамиевскими втулочками для того, чтобы детали у нас оставались подвижными. Ну, я не вижу смысла вытаскивать их из пакета. Я думаю, каждый их уже не раз видел. Ну, и та самая печальная декаль, в которой у нас присутствует серийный номер танка, тактический знак, звёздочки и при этом совершенно разные лозунги. Тут и Суворов, и Сталинец, и СССР, и смерть немецким оккупантам. Ну, хотя бы грамматических ошибок нет, это уже приятно. Но, тем не менее, то, что нет конкретной исторической привязки, и то, что нам придётся искать по фотографиям, как выглядел танк, и какой номер был главный у танка с тем или иным лозунгом, это несколько неприятно. Ну, опять же, в целом, сама по себе технически декали, я думаю, более чем хорошие. У Томмии декали весьма приятные в работе. Всё, больше в наборе ничего нет. Ни травления, ни прозрачных деталей, ничего этого, к сожалению, в коробке у нас нет. Подведём итоги. Как обычно, начнём с достоинств и недостатков. По достоинствам, ну, первое, конечно, что мне нравится, это сам по себе прототип. Мне кажется, Матильда, в принципе, достаточно интересный танк, достаточно необычно выглядящий, а здесь ещё и вариант на Красную Армию. То есть, мне он не понравится, просто не мог. Мне кажется, это просто отличный выбор. Далее, по достоинствам. Отличное просто литьё. Томмия, хоть и десятилетней давности, всё равно это Томмия. Всё очень здорово пролито. Шва от разъёма форм и смещений практически незаметна. То есть, может, конечно, в процессе сборки что-то и выйдет, но в целом, насколько я знаю, модель эта собирается очень легко и приятно, поэтому здесь каких-то больших сюрпризов, я надеюсь, всё-таки не будет. Далее отмечу достаточно высокую технологичность. Здесь многоразъёмные формы. Кстати, на мой взгляд, очень удачно получились стволы, поскольку отверстия в них действительно расположены по центру, без смещений. Поэтому небольшая обработка наждачной бумагой, и стволы можно будет ставить даже из коробочной на модель. Ещё по достоинствам. Рабочие гусеницы. Они, конечно, на маленьких защёлочках, они на полупальцах, но в целом всё равно приемлемый вариант. Рабочие гусеницы из коробки – это всегда приятно и позволяет достаточно неплохо сэкономить. Последнее – это традиционная инструкция. У Томии инструкции очень хорошие. Там всегда показано, где что надо подрезать, где надо что как поставить. То есть, запутаться практически невозможно. И, конечно, особенно для начинающих это очень и очень полезно. По недостаткам. Ну, первое, что меня, конечно, просто поразило – это полное отсутствие прозрачных деталей. То есть, если травление у Томии действительно практически всегда отсутствует, это, в общем-то, Томия – она как некая японская фабрика игрушек, которая просто на очень высоком уровне своей модели делает, что они профессиональным моделистам подходят. Поэтому травления частенько у них не бывает. Но вот то, чтобы прозрачных деталей не было – это весьма неприятно. Тем более, повторюсь, модель позиционируется как 2017 года, то есть она совсем свежая, она весьма недешёвая. При этом такой очевидной вещи там нет. Как минимум фары и перископы, крохотную рамочку, я считаю, стоило бы дать, потому что, опять же, повторюсь, в 2017 году или в 2019 году выкрашивать кисточкой непрозрачные пластика перископы – ну, это уже просто ненормально. Также, конечно, не понравились мне фигурки. Ну, они здесь совершенно второстепенные, но, тем не менее, они отлиты даже не на уровне Томии. То есть, мне кажется, в таком виде совсем лучше бы их не было, чем они были бы сделаны вот так. Особенно меня, конечно, поразили трещины пластика. Мне кажется, это как-то совершенно неприемлемо для такой современной модели, поэтому фигурки просто оставим за скобках. И последнее, что мне не очень понравилось, это, конечно, схема окраски. То есть, выбирая любой лозунг, какой нравится, это не совсем понятно, поскольку если вы заявляете, что это модель-копия, то, наверное, у неё должен быть конкретный исторический прототип, и от этого исторического прототипа надо отталкиваться, делая декали, а не лепя всё подряд, а вось что-то подойдёт. То есть, этот подход мне как-то совершенно непонятен, и я, конечно, считаю, что это определённый недостаток. Говоря в целом, ситуация, на мой взгляд, с данной моделью достаточно простая, потому что, по факту, она практически безальтернативна. Есть та же самая Томея 70-х годов, но это уже откровенные дрова на сегодняшний день, и рассматривать их на сегодня смысла никакого нет. Главное, на них случайно где-то не нарваться в покупке. В остальном, набор вполне современный, да, есть определённые нюансы, но чем, на мой взгляд, хороша всегда Томея, что она подходит, в общем-то, всем. То есть, новички могут собрать из коробки и даже какие-то мелкие там упрощения пластика, их, в общем-то, особо волновать не будут. Профессионалам же тоже в качестве основы для доработок Томеевский кит, с учётом его стойкуемости и проработки, всё равно будет гораздо лучше многих других. Поэтому, с учётом того, что альтернативы толком нет, я считаю, это вполне приемлемая модель, которая должна удовлетворить, в общем-то, всех. Поэтому, если вам нравится прототип, я считаю, Томеевская Матильда действительно очень хороший вариант. То есть, либо можно взять английский вариант, более старый, либо вот этот вот осовремененный на Красную Армию. Это уже больше зависит от того, какой прототип вам больше нравится. Но, в целом, повторюсь, мне модель, с учётом, конечно, всех недостатков, в целом понравилась и вполне могу её рекомендовать. В общем-то, я думаю, на этом всё. Если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока!